Я знаю, что у Паулини есть своя методика и педагогическая, и музыканская, в которой он как раз разложил этот стиль по полочкам, вплоть до того, что пересчитал количество ритмических структур, на которых основана современная басанова. Было бы крайне интересно его попросить, показать хотя бы часть, потому что у нас программа такая музыканская, обучающая где-то как-то. Практически начало басановы – это самбо, поделенное на части. И вот этот ритмический рисунок, который представляет одну часть басановы. То есть незаконченная такая самбо, получается. Это та часть самбы, которая была записана Стэн Гэтсом в Америке, и в связи с этим приобрела известность. На второй пленке не хватило, видимо, да? Да. Ага. Это не понадобации документов. Но способен бесконечно BL, India. Но когда Джон Жруберто и другие музыканты начали петь о том, что они называли баса-нова, для нас мы продолжали играть самым стилем самбо. Сейчас он немного легче, и мы ставили разные гармонии, более классические, джазы. Усложнение гармонии, да, там произошло? Они стали добавлять классические, джазовые туда формы. Но все-таки специфической характерной особенностью стиля баса-нова является ее мягкость и мелодичность. В отличие от джазовых мелодий, где другие стандарты присутствуют, другие требования. Да, где другие требования. Заканчивая, может быть, поскольку время мало, разговор об истории, что с тех пор изменилось? То есть уже более 40 лет существует стиль, как мы понимаем, что произошло с музыкантской точки зрения? Появились новые стили самбо. Вот он показывает сейчас еще один стиль самбо, который был. Она была в парке. Она была в парке. Она была в парке. Они начнутся появляться много разных паттеров для санба, и в эти 40 лет, в развитие. Также, даже между новыми брезилиями, они начнутся добавлять много влияния, тоже из-за в окно, к в окно, к в окно. В окно, в окно, в окно, в окно. Ну и, естественно, поскольку самбо стало широко распространяться, и люди из Бразилии стали приезжать в Америку, то они стали как бы добавлять и усложнять эту мелодию. Одно из влияний — это фанк, который оказал влияние на развитие самбо. Вы видите? в десятилетии как изменяется и добавляется этот ритм. Но, тем не менее, что остается и что присутствует в этой мелодии — это мягкость и мелодичность. Ну и у нас остается немножко больше минуты до перерыва. Хотелось бы услышать от нашего гостя еще советы. Кто, кого бы вы посоветовали, с чьим творчеством ознакомиться? Потому что, ну, российские люди из Басанова в основном знают Антонио Карлса Жабима. И, собственно, на этом их знания заканчиваются. Ну вот он перечисляет практически… Жуан Боско. Жуан Боско. Жуан Боско. Жуан Боско. Он перечисляет, вот вы слушайте его внимательно, людей, которые также работают в этом стиле. Еще. Дежаван. Дежаван, да. Дежаван, да. Дежаван, да. Может, один или два еще. Окей, Тони Уорта. Тони Уорта. Если вы хотите больше джазы. И все надо услышать Элиз Режина. Элиз Режина. Да. Ну, я надеюсь, вы запомнили эти имена. Продолжаем разговор об Босанове и о музыке вообще после рекламной паузы на канале О2. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова